Дмитрий Шеверёв недавно сменил место жительства. С Дальнего Востока переехал в Самару, а заодно решил поменять профессию и, наконец, осуществить детскую мечту – стать водителем трамвая. Какая-то есть в этом своя романтика, что-то из детства, знаете, можно сказать, осуществляю детскую мечту. Привлекла стабильная, достойная заработная плата, плюс созданы все условия для обучения, современный учебный центр. Хочу сказать, что очень замечательное руководство, педагоги, инструкторы, которые всему научат, подскажут, помогут. Дмитрий уже изучил теорию, сдал экзамен в ГАИ, сейчас проходит практику. Его наставник – один из опытнейших сотрудников ТТУ Юрий Жуков. Юрий Александрович пришел на работу в трамвайно-троллейбусное управление в 1975 году с лесарем. Дослужился до начальника Северного трамвайного депо. А когда вышел на пенсию, остался в родных стенах преподавать. Дело нелегкое, конечно, но, учитывая свой опыт, сколько я проработал в трамвайно-троллейбусном управлении, я думаю, что мы справляемся. Приходят разные люди с разной степенью подготовки, но вкладываем усилия, начинаем с самых азов, даже со школьной программы приходится начинать. Трамвай – это электрический транспорт, тут требуются элементарные знания физики, скажем так, поэтому учим. Обучить нужно не только водительскому мастерству, но и правилам безопасности, дорожного движения, культуре обслуживания пассажиров и азам законодательства. Бывшие студенты Юрия Александровича не только остаются работать на предприятии, но и побеждают в конкурсах профмастерства. Теперь, когда в учебном центре сделали ремонт, поменяли мебель, закупили новые компьютеры, оснащенные современными программами, процесс стал не только приятнее, но и эффективнее. Это было сделано в преддверии нового учебного года для того, чтобы пригласить как можно больше людей, которые хотят получить профессию водителей трамвая и троллейбуса. Учеба проходит в максимально комфортных, современных, адаптированных ко всем требованиям условиях. При этом на период, пока идет обучение, выплачиваются стипендии учащимся, то есть в этот момент им тоже оказывается за счет предприятия финансовая поддержка. Мы приглашали и вновь приглашаем всех желающих, кто хочет попробовать себя в профессии водителя. Приходите, от этого будет польза и транспортным предприятиям, и самому работнику, ну и всем жителям города, которым оказываются услуги по перевозке. В учебном центре МПТТУ не только обучают профессии водителя троллейбуса и трамвая, здесь также проходит повышение классности, сертификации и аттестации действующей сотрудники предприятия. Для тех, кто решил трудоустроиться водителем, предусмотрено бесплатное обучение с выплатой стипендий в размере МРОД. Им предоставляют комнату в общежитии, выплачивают подъемные 100 тысяч рублей. Если раньше по условиям контракта нужно было обязательно отработать три года на предприятии, то теперь этот срок сократили до 18 месяцев. При этом отпуск у водителей на неделю дольше стандартного – 35 дней. Совсем скоро на линию выйдут 12 новых белорусских трамваев. Часть уже находится на территории депо, остальные поступят в ближайшее время. Они оснащены кондиционерами как в кабине водителя, так и в салоне. Кроме того, в Самаре запустили программу восстановления старых трамваев. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.